То Бог ель, яко Бог наш. ПЕСНЯ 11 вересня наш добрий дружий, православні християни, дотримуються суворого посту на згадку великої події – усікновіння чесної глави святого пророка і хрестителя Господнього Іоанна. ПЕСНЯ 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 убрать обличителя. То есть она попросила, пусть мне на блюде принесут голову святого порока Претечи Крестителя Господня Иоанна. И вот когда она, эта девочка, наученная, скажем так, матерью, она не смела ее ослушаться и пошла и попросила, говорит, пусть отсекут голову Иоанну Крестителю и принесут на блюде моей матери Иродиаде. И так и случилось. То есть царь очень опечалился, в принципе, ему нравился святой Иоанн Креститель, потому что было много хорошего, он советовался с ним. Но он отсек главу святому пороку Претечи Крестителя Господня Иоанну Иродиаде, получил эту главу на блюде. Так умер великий святой. Но он умер за правду, он умер за Христа. Поэтому, конечно, для него лично это радость. И для нас, православных христиан, это радость. И напоминаю еще, что по святым отцам подвиг жизни христианская, это подвиг бескронного мученичества. То есть мы должны тоже отсекать свои скорби, вернее, отсекать свои грехи, страсти, бороться с ними, уподобляться не Иродиаде, погрязшей в блуде, не Ироду, погрязшему в пьянстве и в сладострасти, но должны уподобляться святому пророку, предтечию Крестителю Господню Иоанну, который служил Богу и служил людям. В церкви также в этот день установлен строгий пост. То есть естся только пища с растительным маслом. И также хочется сказать, что арбузики тоже можно есть. То есть это не голова Иоанна Крестителя, их можно резать. То есть не будем даваться в своей вере. То есть церковь дозволила нам есть фрукты, овощи, арбузы. В этот день можно есть арбузы. То есть не надо проводить параллель между арбузом и главой Иоанна Крестителя. То есть надо проводить параллель между своей жизнью и жизнью Его. И чего нам не достает, чтобы хоть немножечко, хоть вот на столечко уподобляться Ему. Отец Андрей, будьте добры, уподобляться святым угодником Божьим, своим святым подвижником, это очень важно и необходимо для нас, которые живут в этой земной жизни. И на следующий день, 12 сентября, Святая Православная Церковь наша совершает память еще одного великого столпа православной веры. Это Александра Невского, чьи слова до сих пор знает, наверное, каждый христианин. Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет. Это великий защитник не только земли русской от иноземцев, но это именно столб православной веры. Понимаете, как удивительно всегда, что жизнь святых, она связана с друг другом. И они подобны, ибо они подобны Богу, подобны Христу. И вот, хотя святой благоверный князь Александр Невский не был мучеником, но вот этот, о чем мы говорили, да, подвиг бескровного мученичества, он имел в жизни подвиг бескровного мученичества. Действительно был очень великим святым и очень великим заступником славянских народов и народов Киевской Руси. И в чем этот состоял подвиг бескровного мученичества? Он родился в очень тяжкое время. Он родился в 1220 году, а мы знаем, что в 1240 году напали татары, монголо-татары, да, раньше немножко не напали, в 1240 году они Киев разрушили. И с двух сторон Русь святая оказалась между молотами на ковальне. С востока ее поработили монголо-татары в физическом отношении, а с запада, почувствуя эту брешь, скажем так, слабинку князей, рынулись как бы полки тевтонцев, полки шведов, полки немцев, для того, чтобы окатоличить и захватить, скажем так, наши земли. И вот юный мальчик, 16 лет, от роду, он стал во главе Великого Новгорода. Его оттуда несколько раз изгоняли, это, кстати, в бесклонном мученичестве. Но когда Биргер, шведский король, шел на Новгород, тогда у князя было очень мало воинов, и он не мог противствовать Биргеру никаким образом. И тогда князь взмолился, зашел в собор Святой Софии, и он помолился Престой Богородице, чтобы она защитила народ и его. И вот в ночь перед битвой, в это маленькое ополчение, явились во сне с этого благородного князя Бориса и Глеб, и сказали, мы идем помогать сроднику нашему Александру. И шведы были разбиты на голову, и копье святого благородного князя Александра Невского поставило печать на лица Биргера, парководца, который обохвалился своим этим. Точно так же и были уничтожены немцы на Чудском побоище, знаменито, которое произошло на льду Чудского озера. Когда была отстойна православная Русь, и были отброшены вот эти вот, скажем так, орды закованных в латы рыцарей. И с другой стороны, что он был верным князю Александра Невскому, он, как бы, очень много пришлось поездить в Орду, чтобы монголы не нападали на Русь. И он ездил, это было то же самое, что сунуть голову в пасть зверю, это было очень тяжело. Его отец умер в Орде, отравленный. И он туда ездил, и умер практически Александр Невский из этих трудов тяжелых в 40 с лишним лет всего-навсего. И он умер на пути из Орды, умер правильно, приняв перед смертью схему с именем Алексия. И когда он умер, тогда, когда митрополит служил о нем за упокойную службу, его рука сама разжалась и сама приняла разрешительную молитву. И потом сжалась. И таким образом все узнали, что это святой. И мощь его, 12 дней тело пребывало открытым, его везли в Владимир, оно оказалось нетленным. У нас в Николаевской области также есть ряд храмов, в частности в Александровке, Баштанского района, есть храм святого благополучия князя Александра Невского, еще есть несколько храмов. Так что с Божьей помощью мы будем молиться в этот трудный, скорбный час для нашей Родины, молиться святому благополучию князю Александру Невскому, чтобы он усмирил эту вражду, усмирил эту межособную брань, чтобы не гибли деточки, чтобы не гибли молодые люди, мужчины, женщины на этой страшной войне, чтобы мы уподоблялись и были миротворцами, как святой благополучий князь Александр Невский, блаженны миротворцы, ибо они сынови Божьи нарекутся. Все эти мир, все эти добро, все эти любовь, ибо к этому призвал нас Господь. Святи благополучий княжи Александр Невский, моли Бога за нас, слава Богу за все.